Вице-премьер правительства России, полпредпрезидента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев проверил кампус ДУФУ и площадку улицы Дальнего Востока на предмет готовности к ВЭФ. К настоящему моменту все регионы уже практически завершили монтаж и наполнение своих павильонов. После осмотра объектов Юрий Трутнев отметил, что уровень представленных экспозиций вырос в разы. Хорошо выполнено и оформление самой улицы. Ее слоган в этом году «А что ты сделал для технологической победы России?» У меня хорошее впечатление. Когда мы 8 лет назад придумали улицу Дальнего Востока, мы постоянно повторяли, мы спрашивали, что это такое и зачем. Мы говорили, просто покажите, за что вы любите родную правительство. И вот сейчас этого не надо никому рассматривать, потому что павильоны стали другими. Они действительно представляют историю, представляют культуру, представляют природу всех тех краев и областей, которые входят в территорию Дальнего Восточного Федерального. Говоря о павильоне Приморья, Юрий Трутнев подчеркнул, что по содержанию внешнему облику край сделал значительные шаги. И это абсолютно правильно, потому что регион остается лидером по привлечению инвестиций, и это надо показывать. Как отметил Олег Ожемяка, идеей наполнения нашего павильона стало представление логистического направления, потенциал которого заложен в Приморских портах. Это тот богатейший потенциал, который заложен в развитии туризма. Это тоже будут представлены, также те социальные объекты, которые будут в течение пяти лет возводиться здесь на территории Приморского края. Ну и масса тех инвестпроектов, которые позволяют видеть развитие Большого Камня, города Находки, города Владивостока. Поэтому я думаю, что будет интересно и жителям нашего края, и тем гостям, которые будут его посещать. На всех павильонах будут презентовать товары местного производства, блюда традиционной кухни. Также планируется организация дегустации, продажа уникальных ювелирных украшений и одежды местных брендов. Предусмотрено много фотозон, арт-объектов, мастер-классов и выставок. Яркой и необычной будет и ночная иллюминация павильонов. Анна Дьякова, Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.